Евгений Вадимович, скажите, пожалуйста, что вы сделаете в первые минуты, в первые часы, когда узнаете, что Путин или помер, или он отошёл от власти? Ну, знаете, вот у меня на этот счёт есть хорошие воспоминания. Я заранее думал о том, какой тяжёлый день будет после защиты диссертации, какой светлый утро будет сутки позднее. Потому что, конечно, было понятно, что будет выпить-то немало, и, в общем, похмелье будет тяжёлый, зато на следующий день… Но я думаю, что мировые запасы шампанского, вообще спиртных напитков, не только я, именно мировые запасы существенно подсократятся. Это будет громадный скачок для этого вида бизнеса. Евгений Вадимович, началась война, сухопутная часть войны, новая фаза, как угодно называйте, во всяком случае война масштабируется на Ближнем Востоке. Война между Израилем и Ливаном. Израильская армия, армия обороны Израиля Цахал, вошла на территорию юга Ливана. Начинаются жёсткие боевые действия с бронемашинами, с артиллерией, с миномётами, с самолётами, со всеми делами. И, конечно же, ключевой вопрос для Украины – это как это отразится на войне, на войне, которую ведёт Путин и российская армия против украинского государства. Я думаю, во-первых, что не так существенны будут, не так ожесточённы будут боевые действия. Потому что за предшествующие дни Израиль, конечно, изрядно подчистил всю верхушку Хезбулы, и практически там не только высший руководящий состав, но и командный состав, и средний, он поизничтожен. И поэтому, конечно, будет величайшая степень дезорганизации. Это раз. Во-вторых, надо помнить о том, что в Ливане, я думаю, проценту 80 населения люто ненавидит Кезбалу и мечтает скорее от неё избавиться. И поэтому, с моей точки зрения, сейчас важнейшая задача Израиля будет подмочь сформировать местное ополчение христиан, суннитов, не всех, но и той части, на которую можно опереться. С тем, чтобы установить контроль на территории Ливана, вышвырнуть оттуда Кезбалу, не дать Ливану превратиться в то процветающее, спокойное, мирное государство, в котором оно было до того, как начались религиозные войны на его территории. Что касается помощи Украине, я не думаю, что это скажется хоть сколько-нибудь серьёзно. Как вы знаете, произошло главное. Байтон объявил, что до своего ухода он обеспечит передачу Украине всего, что предусмотрено было финансированием Конгресса. Соответственно, эти средства технически уже выделены. Где они будут складироваться на территории Европы, я не знаю. Конечно, их сразу себе Украину не повезут, просто потому что они не нужны сейчас там. Но всё это зарезервировано, будет выделено, и я думаю, что больших проблем у украины в связи с этим не будет. Другое дело, что, наверное, Израилю будет не бесполезно обратиться к Украине за опытом ведения военных действий. Всё-таки, наверное, сегодня украинская армия самая опытная к своему несчастью, может быть, армия в мире. Но я думаю, что, в принципе, на снабжение украинской армии военные действия не скажется. Разведовая информация будет делиться, как и делились, технические поставки будут, как и раньше, специалисты будут выделяться. Может быть, чувство солидарности поможет части американцев и евреев поехать в Украину после всех событий на Ближнем Востоке и помочь ей. Но на Ближнем Востоке ещё впереди много дел. Я 7 октября прошлого года написал, что теперь неизвежно удары по Ирану, Фестболе и Хамасу. Причём потом я немножко подкорректировал свою позицию не по Ирану как таковому, а по корпусу стражи Исфанской революции. Евгений Вадимович, мы сейчас обо всём этом поговорим более детально, но вот если вы сказали по поводу кооперации, очень интересные события разворачивались в последние дни. Вы, наверное, наблюдали за вот этими ударами по складам и по арсеналам, где хранилось российское оружие, и в большинстве своём, если мы, например, берём тот же арсенал Катлубани в Волгоградской области, там находились баллистические ракеты из Ирана. И более того, их передавали, их транспортировали представители как раз иранской армии, иранского корпуса стражей Исламской революции. И эти люди, и эти ракеты были ликвидированы. Есть у вас такое ощущение, потому что у меня внутренне есть, что израильские мальчики немножко помогают Украине, и что эти склады не просто так взрываются. Вы удивитесь, Александр Геннадьевич, но у меня есть ощущение, что этому помогают не сколько и израильские мальчики, сколько и иранские мальчики. Понимаете, сейчас в Иране развиваются очень интересные события, и будут развиваться дальше, видимо, как снежный ком, потому что там истекают, видимо, сроки земной жизни на этой лакомене, впереди предстоит большая разборка в борьбе за власть. Точно так же, как в Ливане ненавидят Хизбалу, большая часть жителей Ирана ненавидит корпус стражей Исламской революции, всех этих аятол, которые отбросили страну на десятилетия назад. И новое правительство, которое, в общем-то, обозначило стремление восстановить нормальное место Ирана в человеческой цивилизации, вполне может через своих доверенных лиц, в том числе и через армейцев, снабжать информацией как-то опосредованно тех, кто может наносить удары по тем конвоям, которые везут ракеты, снаряды из Ирана в Украину. Так что предположение об израильских мальчиках, оно сразу приходит в голову. Как и предположение, кстати, об американских мальчиках, которые через станции космического движения, да, они видят это всё очень неплохо. Но самое интересное предположение, если в Иране уже началась борьба за власть и начинают подрывать позиции корпуса стражей Исламской революции таким образом, что это тоже не исключает знать традиции этих стран. Ну вот смотрите, Джаред Кушнер, взятие Дональда Трампа, он написал очень интересный такой пост, заметку, не знаю, как это назвать, где он обозначил следующее, что сейчас открывается окно возможностей. И что если Израиль, если не уничтожит, то значительно ослабит Хазбаум, главную террористическую организацию Ирана, главное оружие Ирана, то откроются двери для уничтожения ядерных арсеналов именно Иранской республики. На ваш взгляд, по-первых, взорвётся ли внутренний Иран, о чём вы вот уже говорите и к этому подводите, и второе, действительно ли перед Израилем открывается возможность уничтожить раз и навсегда не только террористов, которые им мешают жить, но и, конечно же, ядерное оружие, ядерные арсеналы, возможности Ирана? Вообще, я, знаете, когда всё это началось, я сказал, ну всё, настало время уничтожения плохих парней. Я люблю приводить фразу из омерзительной восьмёрки, негодяев надо вешать, но отъявленных негодяев надо обязательно вешать. Вот это, собственно говоря, сейчас происходит у нас на глазах. А там интересные сюжеты переплетаются, ведь, скажем, на территории Ливана были уничтожены и представители Хамаса. Но мало того, что представители Хамаса были уничтожены и представители Национального фронта освобождения Палестины. А что такое НФОП? Хабаша Хадад? Это организация, созданная в Москве, марксистско-лининское течение арабского терроризма. То есть, на самом деле, вот почему я немножко осторожно заговорил, о поддержке суннитов в Ливане. Вот там есть часть суннитов, которые всё-таки являются последовательными врагами Израиля и которые не согласятся партнёрствовать с Израилем в уничтожении шрицкой Хезболы. Так что уничтожать будут всех. Вот я прямо могу сказать, что уничтожать будут хуситов, которых упят на юге Йемена, уничтожать будут Хезболу в Ливане и на юге Сирии. Видимо, осады не тронут, но потеснят основательно. А ядерное оружие Ирана уничтожат? Вот сейчас мы подходим к этому. А дальше открывается тот самый акт на возможности, который обозначил в своём выступлении в Саббезе ООН Пешенджан, новый президент Ирана, который сказал, что мы открыты для переговоров по ликвидации ядерной проблемы иранской. Только давайте делать шаги навстречу друг другу. Понятно, что у него есть мощный противовес. Консерваторы из корпуса Стражей Исламской Революции, ну и каменные над ней. Но опять-таки надо понимать, во что превратился корпус Стражей Исламской Революции. Там вот такие. В КГБ? А? В КГБ? Во что же он превратился? Ну, нет, я не это имею в виду. Мы, конечно, должны отложить в сторону таких тоже ушибленных насмерть героев, как Сулеймани. Но в целом за эти годы корпус стал такой бизнес-корпорацией. Да. Развращённой, нежелающей терять нажитое непосильным трудом, которая на самом деле уже готова пугать и тиранить этих беззащитных, там, гнобить, но не готова, понимаете, идти на эшафот. Поэтому вот я думаю, что сейчас действительно у Израиля появилась золотая возможность вычистить всю шваль, которая там накопилась за эти десятилетия. И это будет сделано. У меня в этом нет ни малейших сомнений. С Ираном, может быть, дело не дойдёт до войны. Да, может быть, достаточно будет демонстративно там сковырнуть несколько штабов корпуса Стражей, и это будет достаточно, чтобы иранцы своими силами всё закончили. Но на всякий случай американцы там держат то ли две авианосных группы, на всякий случай американцы уже приняли решение о передаче ещё 30-15, которые могут нести тяжёлые бомбы для глубоких подземных бункеров. Так что, я думаю, что уж не знаю, какими мотивами руководствовались эти идиоты, которые напали 7 октября на Израиль, но они открыли тот ящик Квандоры, который сметёт их с лица земли. Евгений Вадимович, мы сейчас продолжим, и вы, друзья, пока подписывайтесь на все наши ютуб-площадки. Дмитрий Гордон в гостях. У Гордона ставьте как можно больше лайков, комментариях под наши беседы, и не забывайте, пожалуйста, этого делать. Смотрите, есть один человек, который очень сильно этой ночью занервничал и моментально отправился в Кремль. Вероятно, всем подряд звонить. Это Владимир Путин. Но, очевидно, мне кажется, вот мне так представляется, что Владимиру Путину было бы как раз выгодно, если бы война на Ближнем Востоке полыхнула, и если бы война на Ближнем Востоке значительно затянулась бы. Это подняло бы цены на нефть. Это бы, условно, перефокусировало бы внимание с Украиной отчасти, снова-таки на Ближний Восток и так далее. На ваш взгляд, Владимир Путин будет ли подливать масло в огонь? Будет ли он разжигать этот костёр войны? Помогать Ирану? Постарается. Постарается. Но о чём мало что зависит. Вот вы упомянули цены на нефть. А много ли выиграет Путин даже от громадного скачка цен на нефть? Потому что нефть он продаёт только в две страны. в Китае и в Индию. Значит, от Китая он получает юани, а от Индии он получает вообще мало чего. Он получает бананы от Индии? Ну, чуть-чуть чая, чуть-чуть бананов. Там вот сейчас на несколько, на 10, по-моему, миллиардов долларов какие-то совместные производства, чипы хотят сделать. Но, в принципе, это всё на самом деле рост дебюторки, они живые деньги. А юани, они так и так будут расходоваться только на китайский товар. То есть, в этом смысле большой выгоды как раз не будет. Но будет выгода такая, что будет отвлечение интересов, будет отвлечение внимания. Хотя, надо признать честно, что гораздо больше всех этих событий внимания отвлекает предстоящий выбор в США. И сейчас, за какую тему не возьмёшься, она всегда упирается в одно. Ну, подождите, вот после 5 ноября, тогда будет ясно, тогда после 5 ноября будем решать. И так далее, и так далее. Поэтому, да, ну, наверное, он занервничал, задёргался, потому что ведь ось-то зла есть, да, ось номер 2. И вот Иран напрашивался на то, чтобы быть первым выбитым из этой оси. Сразу ведь возникает и другая ситуация. Если меняется ситуация в Иране, то у американцев, а? Поставки. Ракет не будет, шахедов не будет. Ну, шахеды уже наладили производство в Алабуге. Понимаете, что такое производство шахедов? Это получение от китайцев комплектующих и сборка их на месте либо в Иране, либо в Алабуге. А китайцы всё-таки поставляют. Ну, а кто поставляет все эти движки маломощные? Это же не иранские движочки-то. Да, там, средства навигации тоже не иранские. Это же всё. Понятно, что там процентов, наверное, процентов на 90 комплектующие китайские, американского, канадского, европейского производства. Ну, точнее, производства по американским, канадским, европейским лицензиям и на станках. вот. Потому что я не думаю, что при любом развороте событий Путин что-то выиграет. Понимаете, плохих парней начинают наказывать. И все увидят большую порку первую из этих больших парней. Вот. Разнесут в щепки, сейчас добивают Хамаз, разнесут Хезбалу, Хуситов. В Иране всё может повернуться собственными усилиями без большой войны. Вот. Ну, а тогда, понимаете, американцы получают доступ на Кавказе, на Южный Кавказ, в Армению. Скажем, да, это целое через Армению и в Грузию прямой коридор. Это совсем другой геополитический расклад в Южном подбрившей России. Это совсем другая ситуация на Каспии. Я значительно часть принадлежу Азербайджану, а там Турция. Ну, понимаете, всё, Казахстан, Тюркский мир, так называемый, да, там всё начинает меняться радикально. Как только вот выйдет будет из пазла этот элемент по названию Ирана. Евгений Вадимович, но, вспоминая Сталина, который хотел устроить глобальную ядерную третью мировую и подпитывал, поджигал корейский полуостров, подпитывал войну на корейском полуострове, на ваш взгляд, Владимир Путин захочет или попытается повторить, потому что мы знаем, что оружие у Израиля ядерное есть, у Ирана мы не знаем, что на самом деле есть, до конца этой информации никому не известно, но, тем не менее, захочет ли Владимир Путин... Про Израиль мы тоже не знаем. Ну, кто-то не знает, кто-то знает, но, тем не менее, на ваш взгляд, Путин захочет превратить эту войну на Ближнем Востоке в конечном счете в ядерную, захочет ее масштабировать в Третью мировую? Ну, во-первых, я должен неожиданно для себя вступиться в защиту Сталина. Сталин, конечно, и не думал про Третью мировую ядерную войну, у него просто средств таких не было, у него были бомбы, но не было средств доставки, которые могли эти бомбы куда-то далеко отвезти. В авиации у союзников было такое превосходство у американцев, что самолетами никуда не доставишь. Понятно, что мечтать, то он может и мечтал, но ни малейших практических возможностей для этого не имел. А знаете, сейчас очень упорно ходят слухи о том, что Путин проявляет живейший интерес к разработке таблеток по увеличению продолжительности жизни чуть ли не до 120 лет. Это плохо вяжется с образом человек, который готов завязать ядерную войну, в которой он неизбежно погибнет. Но может, ведь если он даже отсидится в своем погребе, на объектах Главного управления специальных программ, то когда он через полгода, через год выйдет на поверхность, на этой земле будут совсем другие люди царить. Придет Талибан, придут люди из-за Кавказа. Те, кому меньше достанется от этой войны, они установят полный контроль на территории России, выжженной от своего родного населения. Понимаете? То есть, ведь Путин, если он примет такое решение, это будет решение об уничтожении русского народа в целом, русской цивилизации в целом. И когда он выйдет на поверхность, он будет никому не нужным человеком, над которым просто будет грех не поиздеваться. Ну хорошо, вот вы говорите, что Путин вряд ли пустит ядерное оружие, ядерную ракету по какой-то территории. Мы не знаем даже, куда он хочет или планирует, или там угрожает кому. Но тем не менее, а зачем он тогда бравирует все это ядерные обновленные доктрины? Зачем он рассказывает о том, что если вы направите в нашу сторону хоть одну ракету, я бы вам шандарахнул ядерной бомбой? К чему? Ну, во-первых, вы и так направляете. Конечно. И где ядерное оружие? Вы направляете по Донбассу, направляете по Крыму, которую он считает своей территорией. Мы по Волгоградской области направляем, простите. Вы направляете даже по Мурманской области. Да. Что там Волгоградская? В Башкирию прилетает, на Урал почти достает. Нет, понимаете, я вообще категорический противник идти на поводу его сценарию. Вот он ведь это сделал для чего? Чтобы народ стал обсуждать, чтобы, значит, повлиять на принятие решений о предоставлении Украине возможности наносить удары вглубь территории России и повлиять на ход предвыборной кампании и, может быть, на исход выборов Соединенных Штатов. Опять мы переходим к этой теме. Да. Ну и чем больше мы говорим, тем больше мы... Я вообще, знаете, давно уже говорю о том, что надо наложить запрет на обсуждение всех разговоров, всех провокаций о ядерных ударах, потому что это просто способ шантажа. Да, а шантаж, он... Ну, либо ты ему уступаешь, и тогда уступаешь до самого последнего, либо ты сразу говоришь, что... Так, вот мы это не обсуждаем, наши генералы об этом думают, у них существуют планы действия, и всё, до свидания. Мы эту тему вычеркиваем из оборота. Но вам не кажется, что Путин сам себя загоняет просто в тупик? Потому что эта ситуация безвыходная. То есть ты сказал, что если вы ударите, то я отвечу, мы бьём. Он не отвечает и, скорее всего, не сможет ответить. То есть для него ситуация ужасная. Он не сказал, что я отвечу. Он внёс ядерную доктрину изменения, которые, между прочим, почти дословно повторяют положение Будапештского меморандума и обращение в 68-м году, когда принимался договор о неспространении ядерного оружия, тоже использовалось формулу, что ядерное оружие может быть применено к неоядерным странам в случае их нападения в партнёрстве с ядерным государством. То есть, в этом смысле ничего нового не сказано. Это директивные документы, которым уже с 68-го года исполнено сколько там? 56 лет. Ну вот смотрите, всё равно один из пунктов — это гарантия ядерной безопасности Лукашенко. У вас нет ощущения, что он таким образом просто сигнализирует Александру Григорьевичу, мол, давай, вот тебе ядерный зонтик, которого явно не будет, а ты иди, давай на северное направление, входи в Украину, хоть что-то делай. Возможно, вы правы. Вполне возможно, только Лукашенко как тот Паниковский, который говорил «Я вас всех продам, выкуплю и продам снов. То есть, надеяться на то, что Лукашенко купится на эту дешёвую возможность, он два с половиной года-то, извините, когда там ещё в первые дни войны вроде как была надежда у Путина на быстрое завершение, да, Лука всё равно тянул до последнего, как Сталин, кстати говоря, в 1939 году. А он смотрел, смотрел, как там у Гитлера пойдут дела в Польше, только 17 сентября присоединился. А Лука понял там, это 17 сентября, 17 дней, а Лука наверняка уже на пятый день понял, что все планы Путина рухнули, и надо от всего этого держаться дальше, сурово, значит, ввелить бровями и гонять свои войска с одних учений на другие по периметру. Не пойдёт он нападать на Украину, он не дурак. Субтитры создавал DimaTorzok